Мы решаем простейшие задачи из единого государственного экзамена по математике с B1 по B15 и сейчас мы решим очередную задачу типа B2. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на доходы Мария Константиновна получила 9570 рублей. Сколько рублей составляет заработная плата Марии Константиновны? Давайте обозначим заработную плату Марии Константиновны через X. То есть так и напишем. Пусть заработная плата Марии Константиновны составляет X рублей. Тогда давайте найдем налог. Налог составляет 13% от заработной платы. То есть так и напишем. Тогда 13% от заработной платы, это значит от числа X. Тогда 13% от числа X составляет налог. Составляет налог. Давайте для начала в первом действии найдем этот налог. То есть найдем 13% от числа X. Как найти 13% от числа X? Необходимо, самый простой способ. Необходимо 13% перевести в десятичную дробь. Для этого передвигаем запятую на два знака влево. У нас получается 0,13. И умножаем на X. 0,13X в скобках рублей. Это и есть налог. То есть налог. Далее. Второе действие. Теперь давайте попробуем найти заработную плату без налога. В смысле наоборот. Заработную плату с учетом налога. Второе. То есть тогда необходимо от числа X, то есть от заработной платы, необходимо вычесть налог. Вычитаем 0,13X. От X вычитаем 0,13X. X можно вынести за скобку. Тогда у нас получается, в скобках остается коэффициент при X у нас единичка. Значит надо от единицы. X выносим за скобку, тогда от единицы надо вычесть 0,13. Таким образом у нас в скобках остается 1 минус 0,13. И умножить на X. От единицы вычитаем 0,13. Будет 0,87X. 0,87X. Что это такое? Это заработная плата после начисления налога. Пишем рубли. Рубли. Это уже фактическая заработная плата после налога. Причем эта заработная плата после удержания налога нам известна. Она по условию задачи составляет 9570 рублей. То есть вот эта заработная плата по условию равна 9570 рублей. То есть так и запишем. Третье. Заработная плата после удержания налога, то есть 0,87X, по условию нам известна и равна 9570 рублей. 9570 рублей. Ну и теперь просто-напросто вот из этого уравнения нужно найти X. Почему? Потому что X это как раз то, что нам нужно записать в ответ. То есть X это наша заработная плата. Вот она, посмотрите. То есть X это, мы обозначили через X заработную плату, которую нам нужно найти. Таким образом, из данного уравнения давайте найдем X. Как найти из данного уравнения X? Для этого можно разделить левую часть на X, извиняюсь, на 0,87, да, на 0,87. На 0,87. И чтобы ничего не изменилось, правую часть нужно тоже разделить на 0,87. Тогда слева у нас на 0,87 мы можем сократить. И у нас получается, что в итоге остается X разделить на 1 будет X. То есть получается у нас X будет равен. То есть наша заработная плата будет равна. Чему? 9570 разделить на 0,87. Давайте немного преобразуем вот эту дробь. То есть вот эту дробь немного преобразуем. Чтобы нам было легче делить, мы сделаем так. Мы умножим числитель на 100 и знаменатель умножим на 100. Для чего? Для того, чтобы вот эту запятую перенести и получить в знаменателе целое число. То есть избавимся от десятичной дроби в знаменателе. Умножим числитель на 100. И чтобы ничего не изменилось, знаменатель умножим на 100. Тогда, если числитель и знаменатель умножим на одно и то же число, от этого дробь не изменится. Тогда у нас получается 9,5,7,0, да еще 2,0 от сотни. Вот от этой сотни еще 2,0. Ну или можно было 100 отдельно записать, чтобы нам было легче. Ну пускай ладно, уже так записали. Давайте произведем деление в столбик. То есть 957,0 разделить на 87. Сколько тогда в итоге у нас получится? Значит поделим в столбик. Тогда 957,0 мы должны разделить на 87. 95 мы делим на 87. Берем по одному. Это значит 87 будет. Вычитаем. От 5,7 отнять нельзя. Занимаем у девятки один десяток. Получается 15 минус 7 будет 8. И здесь будет, вместо девятки уже останется 8 десятков. 8 минус 8 будет 0. Сносим 7. Берем по одному. 87 минус 87 будет 0. То есть деление мы завершили. И у нас еще остается вот эти три нуля, которые мы должны переписать в ответ. То есть получается в итоге 11 тысяч рублей. То есть окончательно у нас получился х равен 11 тысяч рублей. И в ответ нужно записать число 11 тысяч. Давайте запишем число 11 тысяч в ответ. 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 11 тысяч. 11. 12 тысяч. 3. Это и есть окончательный ответ. Израиль. 5.